Всем привет! Добро пожаловать на канал Зубного Суслика! Сегодня у нас Genshin Impact и ивент праздника витриных цветов или приглашение витриных цветов. У нас открылся акт 2 письмо облакам и туману. Ну так что давайте приступать сразу. Нам для начала нужно сходить в штабор до полурия. Винти, наверное, уже здесь. Давай внутри посмотрим. Постойте, какова цель вашего визита? Гайя тут. У нас к нему дельца. Капитан Кея дежурит в кабинете магистр Джин. А? Почему в кабинете? Гордов Авоню всегда отвечал за праздник витриных цветов. Во время празднования магистр Джин лично отправляется в дозор. А ее административную работу в это время выполняет капитан Кея. Ах, вот оно что. Соберите домашнее задание у Кеи. Приветики! Киза, Паймон, вы пришли? Только о вас подумал. Вы сразу пришли. Как удачно. Кея, ты домашнее задание сделал? Не хочется расстраивать, но я еще даже не начинал. Ученик, который не делает домашнее задание, это плохой ученик. Гайя, а чем же Кея занимался вместо того, чтобы делать домашнее задание? Ну, видите ли, я помогал магистру Джин с разными делами. Время праздника в Монштадте очень людно, а поэтому и дел тоже наводилось куча. Давно уже этим занимаюсь. Кизап, можешь ли попросить тебя помочь? Один мой собутыльник просил о помощи, но у меня совсем нет времени. Могу ли я доверить это дело тебе? Собутыльник? Ты его в таверне встретил? Ааа, иногда после службы я захожу пропустить стаканчик в другой, и как-то невольно завожу новые знакомства. Его зовут Нимрод, и он вечно шатается у таверны. Сейчас он, наверное, как раз свободен. Мне надо делать домашнее задание, так что я рассчитываю на тебя. Ну, ладно, будем считать это отчасти ознакомление с праздником. Эх, что же делать? Ты, наверное, Нимрод? Ты сказал, что у тебя к нему какое-то дело. Он сейчас занят, но мы можем тебе помочь. А? А? А, ты как? Не думал, что придешь именно ты. Дело в том, что собирался сделать своей жене подарок на праздник ветряных цветов, и хотел, чтобы мой приятель Кэй помог мне с выбором подарка. Эм, я... У меня проблемы с алкоголем. Я постоянно напиваюсь в таверне. Жена запрещает мне пить, и мы из-за этого вечно ругаемся. Так ты просто алкаш. Я все понимаю, я тоже не против выпить. Не мне судить, конечно, ты пьешь, эм... Знаю, знаю. Конечно, она, конечно, права, и я должен извиниться перед ней. Я хочу сделать подарок для жены своими руками. По правде говоря, я сам должен был собрать, но я был в запое. Когда протрезвел, праздник уже начался. Теперь я один точно никак не успею. Ох, ну и бардак у него в голове. Ни женатые манштадцы никогда бы не решились просить кого-то о помощи во время праздника. Хорошо, что ты уже женат, Нимур. Ха-ха, ты говоришь, эм... Простите, опять я выставляю себя по смешищам. Что поделать? Рассказывай давай, чем тебе помочь? Я поищу доски в городе для наполнения. Нужны цветы, они растут за городом. Сможешь принести их мне? Мне нужно две травы-светляшки. Трава-светляшка и доски? А что из этого можно сделать? Я хочу делать для нее деревянный домик со светящимися цветочками, маленькой мебелью внутри. Какой нежный подарок. Напоминание о любви. Когда мы только познакомились, я часто делал для нее такие подарки. Они ей очень нравились. И она даже говорила, что... А, простите, хватит от прошлого. Спасибо за вашу помощь. Считай, тебе повезло, что с этим таких добрых помощников. Ага. Ладно, пойдем найдем эти материалы. Так. Я за травой-светляшкой, народ. Не пойду. У меня она есть. Выглядит она на всякий случай вот так. Где она тут? Мне и должно быть полно, потому что она у меня никуда не тратится. Вот она. Значит, найти ее можно легко в шепчущем лесу. Она растет. И в Вольфин доме, вот на этой части тропинки. Можете туда сходить и ее собрать. А я отдам просто часть из тех огромных запасов, что у меня есть. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Теперь я смогу приступить к работе. Помнишь, что подарок это не все. К жене нужно относиться хорошо. Да, конечно. Эх, надеюсь, и понравится свой подарок. Все любят подарки в чувство сердца. Не волнуйся. Постарайся уж как следует. Эти материалы было не так просто достать. Так, ну что. Удачи Нимраду в его рукоделии, а мы отправляемся обратно в Кей. Мы вернулись. Кей, а ты закончил? Передаем тетрадки. Созвращаем. Я как раз почти закончил. Давай, давай, давай. Все, все. Так не смейтесь. Ну как, бродяжка? Кей. Можно я вслух прочитаю? Мочирон. Пожалуйста. Мимухе. А, нахер и чурлов в языке, значит, я тебя люблю. Ми-му-хе-у-е. Ладно. Все. Все. Деньги знает, четко выражено. Длина дома в самый раз. Ставали то. Момонга. Чего? Тебя языку хиличурлов учили, что ли? Ну. Ладно. Замечательно ты многому научился. Наверное. Любовные стихи должны отражать стиль автора, ведь так? Больше похоже на отписку Окей, оказывается, знает хиричурский? Очень странно Не стоит недооценить багаж знаний, капитан кавалерии он дофавонился Ладно, пора собрать и остальные работы Похоже, я заметил кого-то подозрительного. Пойду проверю Кюза, я должен попросить тебя еще кое-что Церковь подала заявление на получение охотничьего разрешения А может не стейте документы в собор? Опять мы на побегушках Лиза, давай договоримся Если мы задержим кого-нибудь буйного пьяницу, током его не бить, хорошо? Джин, это недоразумение В тот раз он сам умолял ударить его Мне начинает казаться, что некоторым людям нравится, когда... Лиза! Ладно, если ты настаиваешь Джин, Лиза! Да, мы давно не виделись А вы тут что делаете? Да, уж давно Как видите, мы с Лизой дежурим О, это же милашка и его друзья Никакого подозрительного по пути не видели? Если увидите, сразу сообщите рыцарам Библиотекари тоже дежурить должны? Вообще нет Но во время праздника и тренинг цветов людей всегда не хватает И даже простых клерков типа меня просят помочь Ага, простой клерк, сейчас Лиза, простые клерки не владеют электро, как ты Не беспокойтесь, я буду приглядывать за Лизой Учитывая то, что она, похоже, любит разнимать драки горожан электричеством Говоря уж о применении электрошока к пьяницам, пока они начнут просидеть о пощаде Если ты не против, то я больше не буду А, если ты против, я больше не буду Правда? Прекрасно А то пришлось подумать, стоит ли все-таки брать библиотекаря с собой на патрулирование Пайма и не думала, что в патруле так интересно Отказывается, Лиза очень любит пользоваться своим электрошоком не по назначению Бабара, я просил нас отнести Это ужасно Как же так? Эй, что случилось? Я получила письмо Там говорится Давай я Я только вернулся из пустоши и, как обычно, пришел в собор Чтобы сестры меня перевязали Но тут сбежала вся побледневшая Барбара с письмом в руке Первый раз такое письмо получаю Можно? Я взгляну Так, осторожно Дорогая Барбара, я украл самую дорогую тебе вещь и закопал ее Да уж, ну и письмо Неужели это шантаж? Возмутительно Это розыгрыш Если розыгрыш, то ладно Но вдруг Вдруг это правда? Здесь за Декарта Похоже, это за городом А знакомое место, между прочим Я кажется, догадываюсь, где это может быть Украл самую дорогую тебе вещь И закопал ее На месте на карте выглядели знаком Я точно там бывал А Барбара, а какая вещь для тебя самая дорогая? Я растерянно Что? Не могу сообразить, а? Сейчас вспомню, сейчас вспомню Самая дорогая мне вещь Постойте Неужели? Барбара! Эй, стой! Я понял Это храм тысячи метров Эй, Беннет! Да чего они разбежались? Давайте догоним их! Ну вот тебе раз, а Ай, догонялочки, салочки Ну не могли сказать сначала Сестра! Стой Розария, я только что... Успокойся Я только что встретил на улице Джин Лиза тоже с ней Все будет хорошо А, правда? Письмо Дай его мне Ладно Если это не про Джин То о чем же говорится в письме? Ты думала, что кто-то может закопать Джин? Ужас какой! Сестра Тебе есть какие-нибудь зацепки? Судя по карте Преступник изобразил местность Рядом с винокурней рассвета Места открыты Спрятай там что-то Что же это может быть? Сугой! Ого! Сперос глядер забралась Но Винокурня рассвет Это Совсем не там, где мы думали Барбара Хватит стоять здесь фантазировать Раз смело встретиться со своим страхом Ты права Просто Страшновато, да? Поэтому пойдем с тобой Что скажешь? А? Вы такие добрые А ты, сестра Пойдешь с нами? Нет надобности Я сразу поняла, что волноваться не о чем А? В смысле? Ничего Идите Барбара Барбара Тебе уже лучше? Ого Я в порядке Розария права Лучше узнать, что задумал преступник Чем пугать саму себя Вот именно Пойдем скорее Спасибо вам всем Пойдем в отмеченное место И все узнаем Да Давай Барбара Вперед А? Откуда здесь похитители сокровищ? Победить похитители сокровищ Хорошо Ловите Я зря ее выбивал, что ли? Теперь Очередь Закли Кажется На земле что-то лежит Так, где? А, вот где лопата, да? Что это? Давайте скорее откроем Я-я-я Интересно Такая изысканная коробка Как она оказалась Таком захолустье? А? Ух ты Какой красивый венок Из ветряных астр И так много бумажных звездочек А это розыгрыш? Мне кажется Кто-то просто добивается Твоего внимания, Барбара Похоже, что преступником Оказался один из поклонников Барбары Тут записка Что же тут написано? Сейчас посмотрим Простите, что привлекаю Ваше внимание таким способом Пожалуйста Примейте эти анимонии Как символ моего Преклонения Перед вашей добродетелью И очарованием Что? То есть это поддельное Затугами мне Получается? Неважно кому Божество и любимый человек Если ты должны Подноситься С высшей искренностью Это самая важная Церемония Прайденковых цветов Чтобы подарить Цветы любви и счастья В этот особенный день Нельзя скупиться Средством Для привлечения внимания За сомнительным способом Скрывайся тщательно Подготовленный Искренный подарок Немного перегибаешь Нет Пайман все равно кажется Что у кого-то чертак Не в порядке Может быть Думаю я знаю Кто подходит Под твое описание Кого ты имеешь ввиду? Думаю я тоже знаю Это вот Глава фан-клуба Который хотел Двухэтажную статую Барбары Из цветов Поставить перед собором Не говори пока Пусть Пайман попробует угадать А хорошо Хорошо молчу Как ты надоел Праздник для цветов Часть вторая Завершена Письмо туману Облакам и туману Хорошо Тогда ребят Приступаем К следующим Частям Данного события Так Ей в прошлый раз Но в этот раз Создам блюдо Со вкусом ветра Тогда посмотрим Кто из нас победит Я специально наняла Искателя приключений Чтобы Искателя приключений Чтобы он помог мне Добыть Немного цельномороженого мяса С драконьего хребта Однако Этот искатель приключений Вроде Звали его Шустер Так до сих пор Не вернулся Я слышал Что драконьий хребет Очень опасное место Может он попал в беду Поможешь найти его Само собой Конечно Спасибо за готовность Помочь А не забудь Разжечь костры Чтобы не замерзнуть На драконьем хребете Царит лютый мороз Вот так так Надеюсь С этим шустером Все в порядке В конце концов Драконьий хребет Очень неприятная локация Во всех смыслах Ну кстати Свежемороженое мясо Вот еще А там слишком большое Свежемороженое мясо И мне кажется Что шустера Можно встретить По ежедневному заданию Он Оно бывает Вот чем Ну вот эти вот Фиолетовым Которые Я не помню Как они называются Вот здесь вот Он там Что замерз Не может найти Свежемороженое мясо И просит помочь ему Так Я туда куда надо Мешу Испуганный шустер О привет Холодно Как же холодно Кто-нибудь Помоги ты Разжечь костер Так Я тебе помогу Только где я тебе найду костер А Я даже его не увидел Теперь тебе будет теплее Надеюсь Да и я согреюсь Ох Я ожил Торожок костер Спасибо тебе Добрый путешественник Спасибо А с тобой все в порядке Теперь Теперь когда я согрелся Мне намного лучше Я оказался здесь По поручению О добыче Цельномороженого мяса Я начал свои поиски У подножия гор Но по себе Он заходил все дальше И дальше И даже не заметил Как Потерял Трутницу А потом И вовсе заблудился Я Не знаю Что со мной Сталось Если бы не вы А Так А что с твоим поручением А Так вас прислала Брук Она Должна быть Торопится По правде говоря У меня не хватает сил Чтобы отнести Это мясо Мне очень неловко Но можно попросить Вас отнести его за меня Само собой Ты можешь положиться на нас Я вам так благодарен Берегите себя А мне нужно Быстрее дойти до лагеря У подножия горы И съесть чашку горячего супа Так Отменное Цельномороженое Мясо Добытое В горах Драконьего хребта Имеет Уникальный вкус Самое интересное Что то мясо Которое мы здесь Добиваем Добиваем Так добиваем Блин Вот 22 штучки Его можно Засунуть в готовку И превратить В обычное мясо Вы вернулись Да И мы принесли тебе мясо Отлично А где тут Искатель приключений Шустер С ним все в порядке Да Он будет жить Надеюсь Ничего серьезного Не случилось Нужно будет Обязательно Отнести ему Порцию Нового мясного Блюда Как только Я его закончу Кстати Это Цельномороженое Мясо Действительно Сильно Отличается От обычного Может быть Именно Оно Даст Моему блюда То самое Шакалака Бум Бум Я все же Считаю Что для передачи Вкуса ветра Нам понадобятся Семена Дуванчика Но даже С ними Наше блюдо Не будет сильно Отличаться От любого Другого Мясного Блюда Нам Нужен особый Решающий Ингредиент Точно Знаю Честно говоря После наших Состязаний Я еще Несколько раз Встречалась С Сянлин И слышала От нее О блюде Которое Называется Рагу Из слаймов С грибами Я никогда Раньше Не использовал Такие Необычные Продукты Но Инновационные Блюда Требуют Не менее Инновационных Ингредиентов Кюзап А можно Попросить Тебя Об одолжении Еще раз Пожалуйста Собери Для Немного Слизи С лаймов И Семя Надуванчиков Хорошо Я займусь Этим Великолепно Я рассчитываю На тебя Будьте Осторожен А я пока Останусь Здесь И получше Продумаю Свой рецепт Ну Как обычно За семенами Одуванчиков И слизью С лаймов Я не пойду Но На всякий Случай По Семенам Одуванчиков Здесь Один Одуванчик Я точно знаю Где-то Вон там Растет Совсем Недалеко От Брук А также Их полно Тут У ворот Чтобы их Собрать Народ Если кто не знал Просто Подходим И Атакуем Их Силой Анима Неважно Которые Ну Думаю Заглав Героев Сможет Спокойно Сделать А Слизь Слайма Я знаю Что Вроде Как Вот здесь Слайм Водится Сто Процентов Они Есть На побережье Сокола Вот здесь Вот водяные Слаймы Значит Потом Вот здесь У нас Есть Ледяные Слаймы И Вот Есть Одно Место Где Огромное Количество Слаймов Там Электрослаймы Так Так Вот Тут Там Около Девяти Слаймов Иногда Прихожу К Собираю По этому Маршруту Артефакты И Там Сразу Пачкаю Слизи Ну ладно Отдаем Все это Брук Тебе Удалось Раздобыть Слизь Слайма И Семена Дуванчика Да Само Собой Ну По одному Это Не так Много Так Стоп А Наверное Должна быть В возвышении Персонажей Да Вот Она Значит В возвышении Персонажей Вот здесь Вот Находится Слизь Слаймов И Вот В этой Категории Находится Семена Дуванчиков Превосходно Пора Браться Заготовку Спасибо тебе Огромное Все ингредиенты На месте В этот раз У меня точно Получится Приготовить Блюдо Доверха Наполненное Тем самым Бум Шоколака Ах да Я приготовил Небольшую Награду За все Проделанную Тобой Работу Еще раз Спасибо За помощь И Это Награда 20 камней Стока И 2 фиолетовые Книжки Плюс 20 тысяч Моры Ну ладно С этой С этим Заданием Мы закончили Переходим К последнему Заданию Второго Акта Письмо Облакам И туману А конкретно Напиток Со вкусом Ветра Принимаем Задание И куда же Нам 300 метров Я так Полагаю Надо Прямо В Монштад Все таки Нужно Придумать Новый Особый Напиток А Маргарита У тебя Все Хорошо А Это Ты Ну Я Подумаю О создании Нового Особого Напитка К празднику Ветряных Цветов На празднике Все будут Веселиться И наверняка Захотят Что-нибудь Поесть И выпить К тому же Если они Будут пить Только Алкогольные Напитки То быстро Напьются И рыцари Орда Фавониус Уведут Их Трезветь С другой С другой Стороны Слишком Много Алкоголя Также Может Испортить Атмосферу А Даже Так Хотя Я слышала Что некоторым Людям Нравится Эта Дурманящая Атмосфера Но Напиваться На улице Время Праздника Не самое Лучшее Решение Поэтому Я хочу Выпустить Легкий Молочный Напиток Со вкусом Ветра Но Без Алкоголя Чтобы Подчеркнуть Вкус Ветра Я собираюсь Использовать Особенные Ингредиенты Одуванчики И ветряные Астры Но Если Я буду Заниматься Этим Одна У меня Уйдет Очень Много Времени Поможешь Мне собрать Необходимые Ингредиенты Хорошо Я соберу Давай Ветряные Астры Ветряные Астры Пожалуйста Собери Их Там А я Соберу Дуванчики Срядимся Здесь Когда Подготовим Соответствующие Ингредиенты Как только Напиток Будет Готов Здесь Можно Будет Найти Людей Для Дегустации Так А Теперь Я не могу Просто Мне нужно Сходить Собрать Именно Эти Ветряные Астры Эх Я думал Дать Что Нибудь Из Запасов Хиличурны Любуются Ветряными Астрами Чего Здесь Так Много Ветряных Астр Но Их Или Чурок Держи С ними Сначала Разобраться Так Знаешь Что Сначала Вот Так Главное Не Сжечь Ветряные Астры Так Идите Все Не Не Ну Куда Ты Так Обычно Разбiren Най Только Ветряные 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 Д Stitch так я не жёг хоть ветряные астры и это уже хорошо неплохая ветряная астра ветряная астра растущие в долине ветров говорят она неплохого качества вы нашли ингредиенты до маргарита забирает твои три ветряные астры из долины ветров эти ветряные астры очень даже хороши какими не будут на вкус когда сделаю напиток очень хорошо теперь когда у нас есть все необходимые ингредиенты давайте начнем готовить напиток да интересно каким будет вкус тоже хочешь попробовать хорошо сам процесс приготовления довольно прост если будешь следовать моим инструкциям все получится кизап хочешь попробовать приготовить напиток сам само собой хочу отлично чао я объясню процесс приготовления напитка так что будь внимателен для начала кладем цветок сахарок а только потом добавляем алкогольную основу после этого пора добавить немного молока чтобы придать напитку больше вкуса добавляем ветряные астры не спеши смешивать все сразу позволь напитку сначала настояться и полностью раскрыть цветочный аромат посыпь коктейль с семенами одуванчика теперь он похож на полное море звезд добавляем лед и готово вот так это делается нельзя путать последовательность если хочешь приготовить вкусный напиток если все запомнил можешь приступать спроси меня если что то забыл такая запомнил ну ладно попробуем попробуем вроде все запомнили ну что за дело так 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 по моему сначала цветок сахарок а потом а потом добавляем молоко а потом так дальше у нас идут ветряные астры похоже почти готово так значит теперь нужно позволить настояться потом так пойман после этого так настоялся дальше у нас где одуванчики добавить похоже почти готова нет еще пойман и добавляем сверху лед готова давай отнесем это маргарите попробовать так только что приготовленный особый напиток кто знает каков им на вкус уже готов до пробуй надеюсь нет трава нёшься на небе чувствуется легкая сладость освежающая текстура напоминает струящийся ветерок это самый подходящий напиток для праздника ветряных цветов я поступила правильно что попросил тебя о помощи осталось только дать другим попросят напиток можно попросить тебя угостить кого-нибудь кизап сам у собой я справлюсь я рассчитываю на тебя около статуи анима архонта должно быть много людей там можно найти добровольцев и начинается рубрика эксперименты а то есть мы не пойдем к статуе архонта дадим ним роту он пьет все алкаш несчастный без хорошего напитка и праздник не праздник а так ним рота в кошки на хвосте подают новый праздничный напиток ты хочешь чтобы его попробовал без проблем вопросе выпивки я настоящий эксперт ты не алкаш дай-ка мне попробовать а у него вообще нет вкус алкоголя это больше похоже на какой-то молочный напиток не поймите меня неправильно это очень вкусно но я думаю что безалкогольный напиток не подходит для праздника я имею ввиду есть много людей которые нетерпением ждут возможности немного выпить на празднике я думаю что такой напиток больше будет пользоваться спрос не думаю что такой напиток будет пользоваться спросом так теперь нужно именно кстати аниме архонта там предложить арамис ну давайте привет чем могу помочь а в кошкам хвосте новый напиток прошу прощения но и нахожусь при исполнении не могу пить а это безалкогольный напиток ну почти безалкогольный тогда полагаю я могу попробовать а пить очень хочется гладь-гладь о как вкусно к тому же отлично освежает и придает силы а это новый напиток из кошкиного хвоста когда у меня будет свободное время обязательно зайду выпить еще ну вот хотя бы ему понравился но странно вы что добавляли немного алкоголя его точно можно отдавать маленьким детям ну ладно хочешь поиграть со мной нет но в кошкам хвосте вот новый напиток хочешь попробовать кошкин хвост тетя грейс говорит что детям нельзя пить алкоголь это безалкогольный напиток правда тогда я попробую вкусно сладкий освежающий но коктейль из кошкиного хвоста я расскажу тимми и лили уверен они тоже захотят попробовать ладно пойдем маргарите хорошие новости принесем само собой что безалкогольный напиток этому алкашу ни морду не понравился сколько было ежедневных заданий на то чтобы из церкви барбатоса нужно было сходить посмотреть пьет там ним рот или нет наверное выполнял раза четыре и только один раз не морду есть ну как ты уже нашел желающих попробовать напиток до 6 описывает маргарите реакцию людей которые пробовали напиток немного выпить на празднике неудивительно что у доли ангелов все больше и больше клиентов думаю все будет в порядке кроме желающих выпить есть еще дети страшники которым тоже нужен особый праздничный напиток я продолжу совершенствовать его спасибо за помощь вот твоя награда кстати желаю вам счастливого праздника ветряных цветов спасибо так напиток со вкусом ветра задание выполнено ну что переходим к праздничным испытаниям начнем как всегда с прямо в яблочко и у нас открылась новая это храмовая спираль здесь вроде бы все то же самое и у нас есть несколько уровней первый это лис охотник на шарики джин очень серьезно относится к этой игре так что наверное не стоит относиться к не слишком легкомысленно я собью несколько шаров и пойду завариваю чай средний уровень это делюк губитель шариков чтобы овладеть боевой стрельбой из лука нужно много тренироваться эти игры могут помочь скоротать время да и только и самое первое место на удивление это кли кара всех шаров ой этот лук такой тяжелый у кли просто нет сил а что если прикрепить к стрели мини-бомбочку она ведь тогда полетит дальше и быстрее взорвет кучу шариков ой хорошо но поскольку у кли нету лука за нее тут сыграет эмбер так начинаем испытание так ну-ка а вот так этот взрывающийся так чуть не пустил большой шарик ухтуда ели камеру поднялась так вон дорогой шарик не исчезай ах ты ж блин и комбо профукал так а папа отлично блин него попал не исчезай успел так вот дорогой шарик без только красных шаров о прямо тут летают оказывается дорогие шарики блин еще крутится крутится вокруг колонн теперь я думаю здесь есть раздолье для разрабов как и двигать эти шарики блин комбо профукал пока пытался тот шарик обидно отлично прекрасное попадание стоит не исчезай ах исчез попробуйте попасть попал здесь появился новый так стоп оставься одни красные ибо что-то не может стрелять интересно добрался 5000 новый счет 5000 точнее 884 прекрасно и я собрал максимальная максимальную награду это хорошо значит можно приступать к следующему испытанию 1000 цветов на ветру а конкретно долина ветров здесь у нас есть несколько градаций умелый бродяга сахароза мне нужно практиковать свои навыки полета тогда я смогу летать в места до которых обычно не могу добраться и собирать образцы средний уровень это кли мастер планерист прыжки вниз выглядят так весело я хочу еще поиграть но могу я оставить свой рюкзак и дадока здесь с тобой почетный рыцарь конечно кли если захочешь попрыгать можешь и самый верхний уровень это венти любимец четырех ветров просто собирают цветочные шары и венчики нельзя запечатлеть истинные радости полета может короление птиц в полете позволит мне почувствовать себя свободнее ладно венти у меня есть поэтому он будет пробовать побить свой рекорд а что же у нас сегодня здесь есть интересного шар шары взрыва при касании происходит взрыв который отбрасывает прикоснувшегося игрока вот это вообще ужасная штука так и ладно давайте вент вперед начинаем испытание так откуда бы начать здесь спиралька здесь спиралька здесь спиралька ну пойду на третий сразу ю-ху так ой а я винти крылышками выбрал хотя наверное эти ему больше всего подходит по оттенку так вижу этот нектарный венок ой то что это взрывашка появилась откуда мы куда вижу еще один нектарный венок эй стоп он же двигается она двигается обалдеть так интересно достану до сюда вау так ну ладно вниз так ю-ху забавное испытание мне оно нравится очень сочувствую тем у кого плохо получается играть на их устройствах ну именно с полетом так все остается попасть вот в эту точку ну блин мне не хватит очков похоже хотя может быть за время получится получить дополнительно сколько три тысячи четыреста девяносто пять отлично я смог все таки взять максимальную награду а также приятно что за это испытание если вы получаете по моему три тысячи как раз да можно получить еще вот это вот достижение из боевого пропуска ну что у нас остается только праздничное испытание на сегодня песнь ветров конкретно вот наверное мелодия ранний восход самая первая мелодия это обычный уровень сложности играет рейзер любитель музыки наберите 600 очков на обычной сложности звук лиры очень приятный но ритм не понимаю хорошо и пусть сыграет его конечно же рейзер раз взялся за это дело мы вот это мы да мы мы на как какие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спокойная музыка помогает мне расслабиться Было бы замечательно, если бы какая-нибудь милашка согласилась стать моим личным инструменталистом И сыграла бы мне колыбельную Ну, Лиза обычно всех гоняет из библиотеки Но в этот раз ей следует сыграть здесь Ух, интересно, получится ли она на этом уровне сложности Субтитры создавал DimaTorzok Эх, сорвалось Божественное уже не будет Значит, придется мне потом с этим развлекаться Два срыва Нежно Ну, хотя бы побил предыдущий рекорд Лизы И последний экспертный уровень сложности Это поэт ветряных цветов Делюк Да, я умею играть на музыкальных инструментах Это тебя удивляет Меня это, конечно, удивляет Но Делюк меня пока не соизволил почти своим присутствием Поэтому за него будет отдуваться братец Кайя Продолжение следует... Что-то очень сложная мелодия, как по мне Блин, я просто лажаю и направо, и налево Здесь и парный И то на одном конце, то на другом Боюсь представить, что будет под конец ивента Я, наверное, сейчас вообще с первого раза не прошел Сколько там должно было быть? Ранг, легкость А нужно было... 1800 Придется еще разок Мне не хватило 20 очков И если бы я еще хотя бы один раз не лажанул Было бы все нормально Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не очень, не очень, но благозвучно Думаю здесь на... Я буду пытаться на божественность сделать потом Но думаю это будет очень сложно Ну что, на второй акт остается только увлекательная сторона чудес И в этот раз нас в конце уже ждет не пиро-орхидея, а ливачурл с каменным панцирем Оказывается, существо, обосновавшееся на арене испытаний с ветерными потоками Это сверепа ливачурл с каменным панцирем И если в этом цикле испытаний вы проявите потрясающую экспрессию То сможете получить благословение, многократно усиливающую атаку В падении, обрушите справедливость на голову врага И у нас здесь открылась пузырьковая лихорадка Я так понимаю, это что-то попрогрессивнее столкновения пузырей Видимо здесь придется уже обязательно прятаться в эти ниши справа-слева Ну беру я свой боевой отряд, с которым я бегаю в последнее время И отправляемся зачищать данное праздничное подземелье Интересно, какие же испытания выпадут в этот раз? Так, ну-ка, ну-ка Урон так и в падении Если сяу взять, это будет как раз то, что надо Так, ну первое это одностороннее движение Запомнить дорогу и пройти ее Так, интересно, усложнились ли маршруты По сравнению с первым актом Или все-таки более-менее Так, вперед Направо Вперед Ага И там ступенькой А-а-а, до центра Ага Ну, надеюсь, я все запомнил Так, сюда Здесь ступенькой до центра И вперед Да, все правильно И интересно Следующее Выпадет ли новое испытание Или не выпадет Так У нас Несчастный Дрожь озорных плит Мерзкое испытание А-а-а То есть здесь А-а-а, то есть теперь на центре вообще ничего не будет, да? Твою же ж дивизию Я думал, мне хватит времени Зацепиться за краешек этой дебильной платформы А-а-а А-а-а Вот как раз и новая пузырьковая лихорадка А-а-а Что может быть лучше? Пусть Ну-ка Ну, не опустите, нет? А, через 5 секунд Ладно 4, 5 Ладно, пустите Прилетят Нет, хотя бы здесь есть просветы в пузырях Это не может не радовать Никто Опа Сяо помогает здесь своими рывками Но читал в сообществе игры Что самое классное здесь это Ху Тао Потому что у нее вот в этом ее рывке не уяз И она может просто под этими пузырьками А-а, выпусти меня Может просто под этими пузырьками прошмыгивать И все Ладно, хорошо Я все-таки смог экспрессию Выше 300 поднять И остается сразиться с Левачурл Ну, не знаю Левачурл Плюс ой, что у меня 2 геоперса в пате Это должно быть очень даже неплохо Ну, в любом случае я не люблю Твою мячу Я все понимаю Ну, 2 и перебор Я думал, один будет Панцирье я вам сломал Так, атак из прыжки и крит Это вообще то, что для Сяу и нужно Понятно, что Илька В любом случае Ничего У меня уже накопилось Для Сяу Ну, я думаю, тут все Да уж, какие-то они оказались очень печальные Ну что Две Двести Двести Купонов Готово Остается еще сто Это значит Мне нужно еще пять раз Пройти Данное испытание Чтобы все получить А также Что же там у нас В увлекательной стране чудес Есть интересного Так Завершите увлекательный вызов 180 секунд Выполнить испытание С экспрессией Не ниже Так Пройдите Солкновение Пузырей Избегая Солкновения С туманными пузырями Блин Если я последний пузырь Не поймал Было бы все хорошо Так То же самое С пузырьковой лихорадкой Ага Ага Пройдите Благословение Анемония События Увлекательных странных чудес Избегая Влияния Негативного Эффекта венчиков А, это вот эти Когда цветочки падают сверху Нужно, чтобы Ты не напоролся На взрывающийся цветочек И здесь я Не прошел Вот заградительный Танец Вот Ладно, будет проще Его показать Вот так вот Он мне выпадал Всего один раз Как-то мне на него Вообще не везло Ну, может В этот раз Я смогу его пройти А, в принципе Дальше Остается только Тратить Что есть В магазине Событий А я, друзья На этом Спешу с вами Попрощаться Желаю вам удачи В приключениях Хорошей вам Игры на лире Пусть у вас Все будет Божественно И здесь И в реальной жизни Спасибо за просмотр Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok